Дорогая наша власть! Читаем электронные декларации. В какой роскоши купаются слуги народа? Зарплатный снег на голову. Почему Бальцирович называет повышение минималки неприятным сюрпризом? Тарифные пираньи. Чиновники придумали способ выбивания коммунальных долгов из населения. Черная пятница для чиновников. Нардепы и министры за несколько дней до дедлайна массово отчитываются о своем имуществе. Ну а украинцы поражаются активом избранников. Драгоценности, машины, недвижимость, дорогие картины и не только. Но главное, что удивляет, почему чиновники держат столько налички под подушкой. Все подробности в сюжете. Испытание декларированием подходит к концу. Чем ближе дедлайн, тем интереснее. Ко всеобщему обозрению на сайте на ПК – квартиры, загородные дома и приличные суммы денег. При этом большинство чиновников декларирует сбережения в наличке. В соцсетях уже начали шутить. В антикоррупционном агентстве «Флэшмоб» – кто больше задекларирует кэша. Вот, к примеру, нардеп Руслан Демчак указал 133 миллиона гривен налички. А это 350 килограммов денег, даже если купюры по 500 гривен. Или 307 лет депутатской зарплаты. 28-летний сын Виктора Балоги, мэр Мукачева Андрей Балога, держит наличными 800 тысяч евро. А его жена – 11 миллионов гривен. Помимо этого, у городоначальника 6 земельных участков в Мукачеве. Дом на 314 квадратов и рыбное хозяйство. А еще машины, лендровер, ауди и мерседес. Нардеп от Народного фронта Николай Княжицкий задекларировал почти столько же налички – 720 тысяч долларов. Его жена – 300 тысяч зеленых. При этом доход депутата – 378 тысяч гривен, из которых всего 80 тысяч – зарплата. Нардеп Олиздовьи задекларировал полтора миллиона долларов кэша. 95 картин, 11 элитных наручных часов и 10 статуй. НЗК обязан полностью совершить проверку этих деклараций. НЗК на сегодняшний день, для того, чтобы проверить эти декларации, нужно иметь доступ к государственным регистрам баз данных. НЗК сегодня этого доступа нет. То есть оно может объяснить информацию только через запросы к других органам. А вот декларация Мара Харькова Геннадия Кернеса должна точно заинтересовать НАБУ, считают активисты. Тот написал, что получил за прошлый год 11 миллионов гривен дивидендов от фирмы, которая зарабатывает на благоустройстве города. Компания, которая получает деньги от городской власти, от города за услуги, она фактически является собственностью городского головы. Это правоохранительные органы дадут оценку далее этим всем фактам. Не менее интересные декларации и у министров. Министр внутренних дел Аваков оказался коллекционером. Насобирал сотни бутылок элитного вина, отдельные этикетки, дорогие часы, картины и три шубы жены. Его коллега, глава Минюста Петренко, подтверждая народную мудрость, не кладет яйца в одну корзину. У него миллион долларов в банке и кэш в разной валюте. Полмиллиона долларов, около 90 тысяч евро и почти 900 тысяч гривен. Ну и, конечно, дорогие машины и часы. Проверить всех чиновников, откуда наличка в антикоррупционном агентстве, не смогут. После того, как закончится сама процедура питания этих деклараций, финансовый департамент финансового контроля комитета распространена процедура в действительности анализу, переверке этих деклараций. На сегодняшний день у меня уже есть скарги на майновый стан того или иного народного депутата. По предварительным по счетам экспертов, только налички чиновников и депутатов, которые заполнили декларации, хватит на то, чтобы погасить 80% кредитов государства. Пользователи в соцсетях задаются вопросом, зачем Украине транш МВФ, учитывая такие суммы под матрасом у чиновников. Ольга Рыцарь, Павлина Василенко, подробности телеканал Интер. Пока чиновники декларируют все нажитое непосильным трудом, украинцы все чаще выходят на митинги против тарифов и за поднятие зарплаты пенсии. Сегодня пикетировали Полтавский областной и Винницкий городской советы. Чего требовали люди, детали расскажут наши корреспонденты. Винницкий городской совет. Около 300 человек пытаются попасть на заседание. Требуют справедливых коммунальных тарифов и введения моратория на их повышение. К депутатам людей не пускает охрана здания. Выживайте милицию, что нас не пускается! Банду, рей! Банду, рей! В итоге сломанная града на сессию митингующие так и не попали. Их требования депутаты проигнорировали. Без схваток и драк обошлось в Полтаве. Там тоже выступали за снижение тарифов. Невозможно жить с такими тарифами. Я подала на субсидию, что интересно. Нулевая пришла мне. Ну, как объясняют, на летний период... Больше коммунальнее, чем пенсия. Або ешь, або умирай, або где-то не знаю куда. Еще одно требование – отменить повышение зарплат нардепам, а населению, наоборот, существенно повысить оклады и пенсии. Напомню, на прошлой неделе парламентарии приняли решение, которым поднимут себе зарплату с 1 ноября в два раза – до 36 тысяч в месяц. Люди возмущены. О, Боже, вона в них и так велико. Оце я пытаюсь одного, как был. Причем командирок вам, говорю, оплату, это Арсеній Петрович. Ну так, небагато и немало – 12 тысяч. И по вечерям на 6 тысяч 700. Не могу депутаты получать 40 тысяч, а простые люди – полторы тысячи. Это просто будет голодна смерть. Когда мне говорят о том, что отдельные чиновники, министры, как в «Нафтогазе», «Укргазове добивание» получают по миллиону, а депутаты получают, ну, начебто, незначные деньги, я никогда не спрямлю. Украинский народ точно не давал им дороговказ поднимать себе зарплату, пока соответствующие вещи не случаются, с поднятением зарплаты для пенсионеров, с поднятением зарплаты для работников, для селян. Я вчера разговаривал с прорывом. Он дал мне слово, что этот документ ни за каких условий, справку, которую внесли низко депутатов, в основном, у Яценюка, Народного фронта, бою, мало вершин. Не пройде. Митингующие попросили областных депутатов донести их требования до Верховной Рады. Рассмотреть обращения должны были во время сегодняшней сессии облсовета, но до этого вопроса так и не дошли. Александр Котов, Борис Шелин. Подробности телеканал Интер. Повышение минимальной зарплаты раскритиковали в группе иностранных советников, которые разрабатывают для Украины пакет реформ. Ее сопредседатель Лешик Бальцирович сомневается, что до принятия решения все правильно подсчитали. Да и с советниками никто не посоветовался. Где брать деньги на повышение минималки? Их вообще об этом никто не предупредил, посетовал Бальцирович. Я не поддерживаю принятие решения без калькулаций. Это просто очень плохо. Есть много вопросов к этому решению. Как это повлияет на издержки бюджета? Сколько будет больше издержек? И про каких условиях? Что случится с пенсионной системой? Что случится и с речью делать о теневую экономике? Ну а пока Кабмин только думает, где взять средства на повышенные зарплаты, в другом ведомстве уже придумали, как выжимать деньги из должников по коммуналке. Новый механизм разрешает частным судебным исполнителям добираться до банковских счетов украинцев. Как это будет работать? И чьи кровные уже в зоне риска? Разбирался Ярослав Кречко. Новые санкции для должников по коммуналке. Частные судебные исполнители получат возможность списывать деньги из банковских счетов тех, кто не оплачивает квитанции. Соответствующий закон вступил в силу в начале октября. Теперь Нацбанк готовит под него инструкцию. Каналец подает по всей банковской системе и все рахунки, которые у вас есть, и дефицитный код, чтобы вы понимали, как он проходит, и ваши рахунки блокуются. Списание долга, по словам юристов, возможно только по решению суда. Но заблокировать деньги на карточке могут и до окончательного вердикта. На момент рассмотрения суд имеет право обеспечить иск путем временного ареста денег на счету. Как правило, арестовывают не весь счет, а деньги на счету в размере предъявленных исковых требований. Правда, подобный механизм, говорят юристы, существовал и раньше, но эффективен он только в тех случаях, когда долги не меньше 20 тысяч гривен. Забор несколько тысяч гривен – это непродуктивно, и я думаю, что ни государственный законодатель, ни приватный этого делать не будет. Приватному законодательству вообще не будет интересно работать с такими боргами, оскільки они незначны, а для их стягива следует прикласти достаточно много усилий. Сам институт частных судебных исполнителей только на стадии формирования, и затянется этот процесс на год. Впрочем, все это время прогнозируют аналитики, число их потенциальных клиентов будет только расти. В среднем квартире опаление будет стоить около 2000 гривен. В среднем зарплате в Украине 5200 гривен – это официально. Это очень много. Я понимаю, что в качестве украинцев вообще перестанут платить. По словам Охрименко, еще в августе хозяева примерно каждой пятой квартиры уже были должниками. И это без учета платежек за отопление. Ярослав Кречко, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». На взятки поймали копателя янтаря. Старателя взяли на горячем. Когда он передавал 30 тысяч долларов, сотруднику ГПУ сообщил в фейсбуке глава генпрокуратуры Юрий Луценко. По его словам, следователь должен был закрыть дело против янтарщика и вернуть ему 200 килограммов изъятого ранее камня. Но 31-летний следователь родом из Луганска не поддержал такую инициативу копателя. Теперь подозреваемому придется отвечать по двум статьям Уголовного кодекса. Незаконная добыча янтаря и дача взятки должностному лицу. Если ты чиновник и попался на коррупции, должен сидеть за решеткой пожизненно. С таким законопроектом выступил лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов. По его словам, закон уже получил положительное заключение в НАБУ, антикоррупционной прокуратуре, и был одобрен парламентским комитетом по вопросам предотвращения и правоативодействия коррупции. В «Народном контроле» настаивают, каждый коррупционер должен знать, что госслужба – это прежде всего ответственность, а не дополнительный бизнес. Коррупция мешает не только жизни внутри страны. Напомню, только вчера появилась информация, что из-за нее несколько европейских стран сомневаются в целесообразности предоставления безвиза для Украины. Кстати, о безвизовом режиме говорил сегодня по телефону Петр Порошенко с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с главой Евросовета Дональдом Туском и президентом Европарламента Мартином Шульцем. Еврочиновники подтвердили, что Киев выполнил все условия для предоставления безвиза. Жан-Клод Юнкер отметил, что несмотря на ситуацию вокруг ратификации Нидерландами ассоциации между Украиной и ЕС, соглашение, включая зону свободной торговли, продолжает действовать. Дональд Туск сказал, что ЕС нужно завершить определенные внутренние процедуры, чтобы предоставить украинцам право на въезд безвиз. А Мартин Шульц подчеркнул Европарламент на стороне Украины и подтвердил, что большинство депутатов готовы голосовать за предоставление нам безвиза. Обнадежил украинцев и премьер Нидерландов. Назвал ратификацию соглашения об ассоциации Украины и ЕС национальным интересом. Марк Рютте выступил с призывом к оппозиции поддержать его план решения проблемы с согласованием договора. Срыв ассоциации, по словам Рютте, станет огромнейшей ошибкой. Он считает, решение Нидерландов повлияет на стабильность в Европе, а единство стран – лучший ответ на агрессивную внешнюю политику России. Если междуфракционные переговоры провалятся, Рютте уже 31 октября внесет в парламент законопроект об отказе от ратификации. Крайний срок, когда парламент должен принять решение касательно ассоциации Украины и ЕС – 1 ноября. Напомню, 6 апреля на референдуме в Нидерландах свыше 60% граждан проголосовали против ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Явка при этом едва превысила необходимый минимум. Всего 32% населения страны тогда пришли на это голосование. Сотни мин боевики выпустили в сторону контрольно-пропускного пункта Майорск. Неделю назад КП перенесли для удобства людей ближе к линии соприкосновения, но накануне из-за обстрелов боевиков пункт пришлось закрыть. О том, какая там ситуация сегодня, в сюжете Ирины Баглай. Сотни мин за три часа боевики выпустили, целясь по позициям военных в районе Майорска, а попали по жилым домам. И часть мин разорвалась, как вот эта, в нескольких метрах от дороги, где ездят люди. Обстрел устроили на рассвете. Пропускной пункт еще был закрыт. Местных спасло то, что были дома. Три разрыва есть на обочине дороги. Ну и плюс по домам попали, что люди сарай там разбирали. Тех же, кто стоял в очереди на пропуск, отвели на безопасное расстояние. Пункт пропуска закрыли. Павел был бы о той очереди. Где-то в километрах у нас ложилось, так что, ну, в принципе, так и смысл отрекался. А вас отгоняли назад или вот здесь вот под Майорском выбором? Нет, мы, когда уже стало ближе, ну, разорваться, нас уже всех, всю колонну уже назад отогнали. Сегодня, думал, уже будет дома, но застрял в нейтральной зоне. В нескольких сотнях метров блокпост боевиков, над ним флаг российских десантников. Им не понравилась серьга в ухе парня. Домой в горловку не пустили. Вас туда не пускают? Да. Ну, куда не пускают? Ну, и личное неприязнь. Возник за бойцом и за сережки. Вот. Ну, хамское отношение, поведение там, все вытерсели из меня. Сказали, все, давай, нафиг отсюда, разворачивайся, уезжай. Ну, я уезжаю, смотрю, у меня нет техпаспорта. А вот местным жителям бежать от обстрела было некуда. Баба Нина не в силах сдержать эмоции. Вот, на пятом этаже. И крыша разбита, все на свете. И сарай вот побит, и все. И сарай испалили. А кому мы нужные? Пенсионеры. Хай сразу раз бы застрелили, и все. Он меня до сына отнесли туда, и все. Жители этой пятиэтажки, как и многие в прифронтовой зоне, второй год замерзают без отопления, а воду набирают в подвалах. Есть вот солдаты, спасибо им, Господи. Мы говорим, мы не за тех, не за тех, мы за мир. С самого начала войны помогали в рюкзаках, носили нам и тушенку, и консервы, и все. Сегодня утром движение через контрольно-пропускной пункт возобновили. Правда, только украинские пограничники. Боевики до полудня выпускать людей на подконтрольную Украине территорию отказывались. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Берлин не видит необходимости расширять нормандский формат. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер. Он подчеркнул, пока существует возможность конкретных шагов по выполнению минских договоренностей в нормандском формате, менять состав группы не следует. В то же время в Германии заявили, готовы приветствовать любые форматы, которые помогут положить конец конфликта в Украине. Напомню, накануне российский президент Путин заявил, что не против привлечения к нормандскому формату Соединенных Штатов. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма назвал положительным шагом договоренность о подготовке дорожной карты по реализации минских соглашений. Вместе с тем, Кучма считает, что принципиальное разногласие участников переговоров значительно затруднят подготовку этого документа. Речь идет о требовании проведения выборов на оккупированных территориях. Мені подобається, що наш президент чітко вислил позицію України щодо вирішення проблеми Донбасу. Спочатку безспека, а потім це інше. Коли нас стиснуть, кажуть, давайте проводити вибори, на території, яка абсолютно неподконтрольна в Україні, на території, де прапори так звані ДНР і ЛНР, і російські прапори, на території, де війська українська, там, за 40 тисяч озброєння, я кажучи, дозабив. Чемпионат, который с победами... Об этом Леонид Кучма заявил на церемонії награждения одаренных студентов. Его фонд ежегодно выделяет стипендии талантливой молодежи. Довести дело Януковича до суда уже в этом году намерен генпрокурор Украины Юрий Луценко. Для этого глава ведомства планирует реорганизовать управление, занимающееся расследованием преступлений на Майдане. В частности, завершить подготовку обвинений по статьям о госизмене и экономическим преступлениям Януковича. Незаконная слежка за журналистами. Сотрудники новостного интернет-издания «Украинская правда» подозревают их переписку и телефонные разговоры негласно собирают и изучают сотрудники СБУ. А дальше эту информацию якобы передают главе МВД РСНу Авакову и даже в администрацию президента. Слушают и записывают силовики и других журналистов и политиков, предположили в редакции «Укрправды». Об этом стало известно после того, как весной нынешнего года неизвестные подбросили в редакцию пакет документов, где и содержались отчеты силовиков о прослушке. Сотрудники «Укрправды» обратились за пояснениями к силовикам. Те сразу заявили, незаконную слежку за журналистами не ведут. Но глава МВД в телефонном разговоре с главредом «Украинской правды» сообщил, что нацполиция откроет уголовное производство по фактам обнародования информации о прослушивании журналистов издания. В Одесской области избили депутата Ананьевского райсовета от оппозиционного блока Николая Балана. Инцидент произошел во время сессии. По словам очевидцев, в зал зашли неизвестные с закрытыми лицами и, не обращая внимания на полицию, вытолкали депутата на улицу. Там бросили Балана в мусорный бак и обсыпали мукой. Через некоторое время тот вернулся в сессионный зал и обвинил в причастности к инциденту местных чиновников. Позже в оппозиционном блоке заявили, что на Балана напали представители Одесской самообороны. В Харькове черный ростовщик отбирает у людей квартиры. Антон Подвесько провел в СИЗО 4 года по обвинению в мошенничестве. Но в апреле по закону Савченко вышел на свободу. Как мошенник умудрился обмануть несколько десятков семей и смогли ли те вернуть свое имущество, знает Светлана Шекера. Вот, собственно, наш дом. Дорогой, любимый. Переехали мы в него в 2013 году. И с тех пор ремонтируемся, обживаемся. Анна мечтала жить в частном доме. Семья продала три квартиры в Харькове и переехала вот в этот особняк. Но едва немного обжились, получили повестку в суд. Семья должна выселиться, а дом отдать за долги одного из прежних хозяев. Суд принял решение отдать дом в счет долга человека, который когда-то этот дом строил. Гражданину подвеська. Мы не знаем, кто это. И, получается, за долги третьего лица у нас забирают дом. Уже полтора года семья живет от суда до суда. Но вершители правосудия не принимают во внимание, что люди купили жилье законно. И дом по всем реестрам не был ни арестован, ни заложен. Получается, у нас каждый человек при покупке недвижимости покупает кота в мешке. То есть невозможно проверить юридическую чистоту конкретной сделки. За время хождения по судам Анна Волковская нашла более десяти человек, оказавшихся в подобной ситуации. Все пострадали от известного в городе ростовщика Антона Подвеська. И действовал он по одной и той же схеме. Тем, кому срочно нужны были деньги, Подвеська помогал. Одалживал немалые суммы. Взамен просил документы на квартиру. Якобы просто на хранение, как гарантию возвращения средств. Пока человек платил долг, его жилье несколько раз перепродавалось. А сам он оставался и без денег, и без недвижимости. Этот человек очень грамотно все строит. Он профессионал, во-первых, как юрист он неплохой. Он все обстряпывает так, все как положено. За аферы с недвижимостью Подвеська уже судили. Дали 13,5 лет. Но по закону Савченко в апреле этого года мошенник вышел на свободу. Мы отыскали телефон Антона Подвеська. Но разговаривать с нами он отказался. Хотели бы задать вам пару вопросов. Я не общаюсь. Это вам интересно. Пострадавших уже больше трех десятков. По многим эпизодам следствие еще продолжается. Люди сообща, ищут доказательства. Но суды зачастую выносят решения не в пользу обманутых. К расследованию подключилась прокуратура. Но доказать мошенничество, говорят, очень сложно. У граждан отбирали, так скажем, подписи, которые ставились ими в договорах купива и продажа, на ипотечных договорах. И, как правило, у большинства граждан не понимали вместо этих правочинцев. Что в дальнейшем позволило нашему подозреванному обратиться именно на свою корость. По десяти эпизодам мошенничества уже собраны все доказательства, говорят в прокуратуре. И в ближайшее время материалы передадут в суд. Но люди опасаются, что пока вершится правосудие, они могут остаться на улице. На Волыне обнаружены незарегистрированные легкомоторные самолеты. Их нашли на действующем аэродроме, который используют сельхозпредприятия. В одном из ангаров находились Як-12, Вильга и Цесна. Все под охраной. По данным авиаслужбы, документация на использование Цесны есть, а вот на другие самолеты никакой. Сейчас пограничники и прокуратура выясняют, кто владелец легкомоторников и для каких целей их использовали. Предполагают, что на них могли перевозить контрабанду за границу. Это еще не все новости дня. Вот что вы узнаете из второй части подробности. Материнский пикет. Что вывела жительниц Львова на акцию протеста? Женщина, знай свое место. Какие семейные ценности хочет привить украинским детям Министерство образования? Украина отмечает 72-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков. Почтить память героев войны в парк славы пришли украинцы и первые лица государства. В частности, президент Петр Порошенко, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, мэр Киева, Виталий Кличко и другие. Глава государства напомнил, наш народ освобождал не только Украину, но и другие страны Европы. Память погибших участники акции почтили минутой молчания. Возложили цветы к мемориалу и народные депутаты от оппозиционного блока. День освобождения Украины это великий праздник нашего народа. Мы сделаем все для того, чтобы сохранить правдивую историю. И мы должны выполнить задачу, которая выпала на долю нашего поколения. Это восстановить мир, это поднять экономику, да и просто нормальную жизнь в нашей стране. Не участвовал в официальных церемониях премьер страны. Сегодня он продолжил свой официальный визит во Францию. Владимир Гройсман посетил украинско-французский форум, где пообщался с руководством французских компаний и банков, как уже работающих в нашей стране, так и тех, кто только раздумывает над такой идеей. А также встретился с министром экономики Мишелем Сапаном. Основная цель главы правительства – донести до европейцев мысль, что в Украину надо инвестировать. И сейчас отличное время. Форум сегодня на очень высоком уровне, с очень большим представительством, с очень большим интересом, потому что с начала было больше 150 участников, сегодня уже, напевно, около 250. То есть, желающих взять участие с французской стороны, больше и больше, и это очень оптимистично. В Украине начинается успешное экономическое взрослое, и мы закликали французский бизнес, и, к сожалению, министр экономики и финансов Франции тоже закликал французский бизнес инвестировать в Украину. Завдание уряда наступное, чтобы каждый, кто проинвестировал, был успешным. Это будет означать, что экономика взросла, люди имеют работу, имеют нормальную заработную плату. В Херсоне спустили на воду новый буксир «Сиант». Мероприятие посвятили 65-летию Херсонского судостроительного завода. За время независимости это первое судно, изготовленное для украинских портовиков. Служить буксир будет в порту Южный. Судно уникально своими функциональными возможностями. Подробнее Кирилл Ющишин. Внешне это обычный буксир, но на самом деле уникальное украинское судно, которое портовики могут использовать в разных ситуациях. Он может быть мусоросборщиком, нефтесборщиком, а также использоваться как пожарный катер, у него стоит гидрант, и использоваться как обычный буксир. На тендер было выставлено несколько проектов, в том числе и иностранных компаний, но победил Херсонский судостроительный завод. Предлагал судно от компании «Даман Шиппинг», это голландцы, но они проиграли одно из требований, которые предъявляли этому судну, оно должно быть с наличием ледового класса. Херсонцы подтвердили и прогарантировали, что они обеспечат ледовый класс. Буксир назвали «Сиант». По традиции, перед спуском на воду, а борт судна разбивает в бутылку шампанского. Сегодня сделать это доверили сотрудницы администрации морских портов Украины. Это мой первенец в таком качестве. Конечно, эмоции меня... В общем, я сутки практически не спала, я очень нервничала, чтобы все получилось. Это первое судно в отрасли, в администрации морских портов Украины, которое строится с момента основания. Херсонский судостроительный работает не благодаря, а вопреки экономической ситуации в стране, подчеркивают акционеры предприятия. Спуск даже одного небольшого буксира на воду – это знаковое событие. Спуск этого судна – знаменательный момент чем? Что в наше тяжелейшее время Херсонский судостроительный завод работает и дает продукцию. Несмотря на все усилия нашего доблестного правительства, судостроение живо. Сколько раз мы не обращались в правительство с предложением по возрождению судостроения, ответов оттуда мы не получили. Но мы хотим все-таки достучаться до них, чтобы они наконец-то стали думать о промышленности и о возрождении экономики. Завод Херсонский образует город, мы все вокруг этого завода. Поэтому это основное предприятие, поэтому действительно хочется, чтобы завод работал. По технологии теперь судно нужно еще отбалансировать на воде и проверить работу всех основных агрегатов. Спуск Сианта посвятили 65-й годовщине со дня основания Херсонского судостроительного. После торжеств на заводе рабочие и руководство отправились к вечному огню, возложить цветы и почтить память тех, кто освобождал Украину от немецко-фашистских захватчиков. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Херсон. Дороги в столице вскоре будут ремонтировать только по ночам, чтобы не мешать автомобилистам и не создавать пробки. Уже готов проект такого решения и на ближайшем заседании Киевсовета его собираются утвердить. В этом году заасфальтировали 200 километров столичных улиц и в следующем ремонт продолжат. Деньги на это в городском бюджете предусмотрели, утверждают в мэрии. У нас теперь эти работы будут проводиться в ночи, после 23-го и до 6-го рамки. На этот год мы выделили 1,2 миллиарда гривен. А следующего года мы планируем эту сумму, которая и так и большая, еще увеличить. И иметь возможность ремонтировать до 300-400 километров дороги. История со смертельным ДТП в Одессе, которое произошло накануне, обрастает новыми подробностями. В прессе активно распространяют информацию о том, что родственники виновников аварии пытаются откупиться от следствия. Якобы предлагают 250 тысяч долларов, чтобы замять уголовное дело. В полиции, правда, эту информацию опровергли. Если бы это было место быть, то этот факт сразу сообщили бы прокуратуру ДТП области и прошло принятие предупреждения. На данный момент с работниками полиции проводятся заходы о установлении места заходления автономичного водителя автомобиля БМВ на притягивание его до выполненности. Напомню, авария произошла в среду вечером. БМВ на огромной скорости врезался в Москвич. От удара старенький автомобиль отлетел на 30 метров, а внедорожник выскочил на тротуар и въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Три человека получили тяжелые травмы. На месте погибли водитель и пассажир москвича. Очевидцы попытались задержать виновника аварии, но тот набросился на них с ножом. Один из свидетелей ДТП получил несколько ранений. Водители и пассажиры на марке скрылись. В брошенном автомобиле полиция нашла документы и пистолет. И снова масштабное ДТП. На этот раз в Днепре. Там 10 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии. Как это произошло и кто виновник аварии, расскажут наши корреспонденты. С самого утра улица маршала Малиновского перекрыта. Движение транспорта парализовано. Полиция и спасатели работают на месте ДТП. Здесь маршрутка влетела в грузовик. В 8 утра 9 пассажиров ехали в 201 маршрутке. Вдруг резкие удары. Дальше все было как в замедленной съемке. За долю секунды микроавтобус превратился в груду металлолома. Его просто смяло после столкновения с 20-тонным грузовиком. Трое человек оказались в железной ловушке. Чтобы их освободить, понадобилась спецтехника. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставили в областную больницу. Врачи пока прогнозов не делают. С открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым переломом правого бедра со смещением отломков и рваными ранами пальцев обеих кистей. Больной находится в операционной нейрохирургической в тяжелом состоянии. Женщина доставлена в тяжелом состоянии с открытым переломом лучевой кости правого предплечья, с черепно-мозговой травмой, со спинальной травмой и переломом ребер. Водителям повезло больше. На месте ДТП им оказали первую помощь, и госпитализация не понадобилась. Журналисты пытались поговорить с водителем грузовика, но тот в шоковом состоянии. Говорит лишь, что он не виноват, он вообще не двигался. Эксперты полиции тщательно обследовали место аварии. Предварительные результаты свидетельствуют, что виноват водитель маршрутки. Хотя сам маршрутчик оправдывается, въехал в грузовик, потому что его подрезали. К тому же ослепило восходящее солнце. Кто же на самом деле виноват в этой аварии, покажет следствие. Виновнику грозит три года лишения свободы. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Во Львове на митинг вышли мамы с детьми. Женщины выступают против медицинской реформы, из-за которой поликлиника в одном из крупнейших районов города больше не сможет принимать детей. Удастся ли отстоять лечебницу, узнавала Галина Якушко. Сотня мам с малышами на руках пришли к детской поликлинике железнодорожной больницы. Они требуют, чтобы отделение и дальше принимало местных жителей. Все дело в предстоящей реформе медицины, оправдываются врачи. После нее мамы должны будут пользоваться услугами семейных врачей. А ближайшая такая приемная расположена в нескольких километрах, да еще и в обычной больнице. Мы против семейной медицины, если наших детей перенесут в дорослую поликлинику, где будут лековать и бабушек, и дедушек, и таких маленьких детей, и людьми, даже с туберкульозом. Самые врачи поликлиники тоже не в восторге. Говорят, они и дальше принимали бы детей, было бы в финансировании. Если нам выделят финансирование на детское население, мы с великим удовольствием будем дальше продолжать свою работу. А пока здесь будут принимать только тех, у кого есть специальная страховка. Брошей для обслуживания этого населения не было. Залезница обеспечивает в первую очередь свои залезничные контингенты. То есть обслуживает работающих залезничников, пенсионеров залезничников. Вы знаете, что они имеют страхование. Где же взять деньги на лечение детей, у чиновников нам узнать не удалось. Митингующим никто из властей так и не приехал, а наши телефонные звонки попросту проигнорировали. Галина Икошко, Юрий Голубенко, подробности телеканал Интер Львов. Не такими активными хотели бы видеть украинских женщин наши чиновники. Минобразование рекомендовало школам ввести факультативный курс изучения семейных отношений. Вот что же по мнению авторов книги хорошо, что такое плохо, и какие главные жизненные цели должны быть по их версии у женщин и мужчин. Программу читали наши журналисты. Вы должны помнить, что к приходу мужа с работы нужно готовиться ежедневно. Переоденьте детей в нарядную одежду, постройте их для приветствия отца. Предложите мужу снять его обувь после работы. Помните, он старается для вас. Это фраза из журналов и книг по домоводству 50-х годов. Задача женщины заключается в том, чтобы нравиться мужчине. Если она хочет, то может еще и работать, но так, чтобы работа была творческой и помогала ей раскрывать свои женские качества. А это уже современное пособие. К тому же рекомендованное Министерством образования для изучения в школах. И после прочтения этого учебника родители подняли шумиху. Можно использовать реальную картинку и попробовать запхать в ней реальность, а можно работать с реальностью и поважать ее. Авторы книги пишут, что мужчине нужна семья для того, чтобы быть ее главой и иметь постоянный секс, а женщине для того, чтобы удовлетворить свое главное желание родить ребенка. Аналитики утверждают, на страницах этой книги не только кричащий сексизм, но и гомофобия. Гомосексуальность там ставится в один ряд с статевыми сбочениями и фанатизмом. Также авторский коллектив утверждает, что ширинность гомосексуальных отношений с причиной на вживание каких-то отдельных продуктов, например, пива, леков и контрацептивов. Я цитую. Авторский коллектив не дает посылание на нижнее научное исследование. Получить объяснение от министерства, что за странные рекомендации они раздают, сегодня не удалось. Министр в командировке. Но на сайте появилась официальная позиция главы ведомства. Пишут, министр дала поручение срочно проверить учебную программу курса «Семейные ценности» и материалы к ней. И если там действительно обнаружат признаки дискриминации, сексизма и псевдонаучные утверждения, то это может стать основанием для отмены грифа министерства. Считать это как остановка для жизни, мне кажется, что это очень небезопасно. Что обурюет лично меня, прилаштать реальных девчат, реальных партнеров до уявлений про родину каких-то 100 лет. Девчата уже не такие. И партия уже не такие. Ну, это невозможно. И аналитики, и родители говорят об одном. Они не против такого курса в школе. Но предлагают рассказывать о том, как избежать домашнего насилия, противостоять сексуальным демогательствам, как создать гармонию в отношениях в реальных, а не средневековых условиях. Ольга Теревинская, Галина Якушко, Сергей Килимник. Подробности – телеканал «Интер». Цветы от президента на свадьбу. Запоминающимся выдался праздник для молодоженов из Донецка. Расписывались они в новосозданном столичном центре «Готово». Он предоставляет две сотни админу-слуг от регистрации имущественных прав до заключения браков. Ставки сделаны, ставок больше нет. Кто лидирует в избирательной гонке в Америке? Свои данные обнародовали не только социологи, но и букмекеры. На кого и сколько ставят сейчас эти и другие, в том числе в ключевых штатах, без поддержки которых ни Клинтон, ни Трампу не победить? Дмитрий Ановченко об этом. Социологи держат руку на пульсе. Еще бы, ведь до выборов всего-то 11 дней, и любой промах способен изменить ситуацию. Внимание приковано к колеблющимся штатам, чьи голоса могут решить исход этих выборов. Во Флориде свежие опросы агентства Bloomberg показывают разрыв всего-то в 2%. Мол, в солнечном штате шансы и до того были практически равны. 43% у Хиллари, 39% у Трампа. Но сейчас агрессивная кампания последних дней и вовсе сократила разрыв между кандидатами до уровня статистической ошибки. А вот в Пенсильвании отрыв Клинтон значительнее. Нью-Йорк Таймс посчитала, 46% опрошенных готовы голосовать за Хиллари, в то время как за Трампа лишь 39%. Влиятельная газета The Hill пишет сегодня, Трампу удалось пройти пик кризиса, когда в разгар скандала с его высказываниями по поводу женщин чаши весов очень сильно склонились в пользу Хиллари. Но все, что он смог, так это в целом по стране сократить разрыв. 7% еще неделю назад до 5% сейчас. Поэтому ближайшие 11 дней действительно решающие. Шансы обоих кандидатов оценивают и букмекеры. И куда тщательнее, ведь составляя прогнозы, журналисты только доверием аудитории рискуют. А те, кто занимается игорным бизнесом, рискуют миллионами. Уже сейчас американцы поставили на Трампа и на Хиллари свыше 300 миллионов долларов. Ставки на Хиллари 2 к 11. То есть вероятность ее победы букмекеры оценивают в 85%. Вероятность победы Трампа лишь в 15%. Ставки на республиканца 6 к 1. При этом за последние недели предпочтения игроков изменились и очень серьезно. Поставить на Клинтон людям кажется более безопасным вариантом. На Трампа ставят в основном профессиональные игроки. Ведь выиграй он и прибыль будет очень серьезной. Но риск чрезвычайно велик. Ведь чем неординарнее событие, тем сложнее даже всезнающим букмекерам просчитать его результат. Вспомните, в Британии перед референдумом о выходе страны из ЕС. Ставки букмекеров до последнего дня, до последней минуты свидетельствовали, что страна останется в Европейском Союзе с вероятностью 76%. И не произошло ведь. Именно поэтому американцы, чтобы не рисковать, ставят сейчас одновременно и на Трампа, и на Хиллари. Но ведь голосовать им все равно придется только за одного из них. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. А в Исландии ко власти рвутся пираты. Завтра в стране состоятся парламентские выборы и лидирует в вопросах пиратская партия. Чем покоряет электорат, расскажет Светлана Чернецкая. Они называют себя пиратами. Черный парус викингов – их логотип. А для поддержания имиджа морских разбойников за ходом завтрашнего голосования будут следить с палубы корабля. Пиратская партия Исландии – фаворит парламентской гонки. На самом деле ничего общего с морскими грабителями у этих политиков нет. Изначально пираты выступали за реформу авторского права в интернете. Потом расширили платформу. Ратуют за прозрачность, всеобщий доступ к информации и полное народовластие. А принятие всех важных решений предлагают осуществлять прямым всенародным голосованием. Через специальное приложение, которое можно инсталлировать прямо в смартфон. Я буду голосовать за пиратов, потому что хочу перемен. Мы устали от жадных власти людей в нашем правительстве. Хотим настоящую демократию. Хакеры, анархисты, атеисты и активисты. Большинство членов этой партии – молодые, амбициозные люди. Ее основали всего 4 года назад. Но уже на первых выборах партии удалось завоевать сразу 3 места в парламенте. Сейчас ей прогнозируют около 15 из 63 мест. Этого мало для создания большинства, но пираты уже заявили, что объединятся с другими оппозиционными политсилами. И следующим премьером страны вполне может стать капитан морских разбойников Бергита Йонсда-Тир. Бывшая сотрудница Викиликси, компьютерный хакер, не скрывает, что боится власти из-за ее деструктивной силы. Я очень разносторонняя и творческая личность. И верю, что могу делать все, что захочу. Когда мне было 14, я решила, что буду поэтом. В политике оказалось чисто случайно. Так может я не политик, а поэтик? Это досрочные парламентские выборы. Предыдущему премьеру пришлось уйти в отставку под давлением массовых протестов. Из обнародованных панамских документов стало известно, что он с женой владел компанией в офшорах. Людей возмутил не столько сам факт наличия офшорных счетов, сколько двуличность политика. Ведь к власти он пришел на волне борьбы с финансовым кризисом. Исландия с населением чуть больше 300 тысяч человек считается одной из самых развитых стран в мире. И может стать первой, где ко власти придут пираты. Они уже планируют изменить конституцию страны и ввести свои пиратские законы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер. Запретить ядерное оружие планируют в ООН. С такой инициативой выступил ряд безъядерных государств. Соответствующую резолюцию о начале переговоров приняли на заседании комитета по вопросам разоружения и международной безопасности организации в Нью-Йорке. Первые консультации запланировали на март 2017 года. Правда, до этого документ должен рассмотреть Совбез ООН. Однако уже очевидно, что там его отклонят. Во время голосования за проект резолюции, четыре из пяти стран, имеющих право вето в Совбезе, высказались против. Это Россия, США, Франция и Великобритания. И сегодня же в ООН обнародовали свои данные о погибших в Масуле от рук террористов за эту неделю. По меньшей мере, 232 человека казнили боевики ИГИЛ. Почти 200 убитых – бывшие сотрудники сил безопасности Ирака. Остальные – те, кто отказался присоединиться к рядам боевиков. Напомню, иракская армия совместно с курдскими силами и при поддержке международной коалиции начала наступление на оплот исламского государства в Масуле 17 октября. За это время удалось освободить несколько поселений в пригороде и ликвидировать свыше 900 террористов. Как спор с мужем? Помог американке выиграть миллион? И на какой службе, кроме зарплаты, раздают еще и недвижимость? Об этом не только узнаете из нашего международного обзора. Щедрая награда. Индийский алмазный магнат дарит своим подчиненным 400 квартир и 1260 автомобилей. Помимо этого, многие получили дорогие ювелирные украшения. Столь щедрый жест был сделан в честь большого индийского праздника – Дивали. На презенты бизнесмен израсходовал примерно 7 миллионов долларов. Впрочем, он может себе это позволить. Компания поставляет бриллианты в 75 стран. Но главная цель владельца – чтобы собственный дом и автомобиль был у каждого сотрудника. Самый грустный мишка в мире. Белый медведь по имени Пицца живет в китайском торговом центре уже почти год. Все это время величество новоцверя держат в тесном вольере, чтобы привлечь как можно больше покупателей. Больше миллиона людей уже подписали петицию, призывающую к закрытию этого вольера. Белого медведя даже готовы принять Великобританию в парке дикой природы. Единственное условие – торговый центр должен прекратить подобную практику. Пыталась переубедить мужа и выиграла в лотерею миллион долларов. Жительница Северной Каролины запретила своему супругу покупать дорогой лотерейный билет. Решила приобрести самый дешевый, чтобы продемонстрировать шансы на выигрыш в лотереях равны нулю. Однако именно этот счастливый билет принес семье 1 миллион долларов. Впрочем, стать настоящими миллионерами супругам не удалось. После налоговых вычетов осталось около 416 тысяч долларов. Счастливчики планируют купить новый дом и земельный участок. Огни городов Европы освещают Международную космическую станцию. Удивительным снимком, на котором ночная Европа видна из космоса, поделилась астронавт Кейт Рубинс. Фотографию она сделала с борта МКС. Позже ее опубликовали на странице NASA в Twitter. Пользователи оценили красоту такого вида на Землю из космоса и поставили множество лайков. В Антарктике создадут крупнейший в мире морской заповедник. Воды моря Росса почти не тронуты людьми. На него приходится лишь 2% территории Южного океана. Но именно здесь живут до 40% всех обитающих на Земле пингвинов Аделии. И треть антарктических буревестников. Теперь здесь на 35 лет будет запрещен вылов рыбы и добыча полезных ископаемых. Соответствующее соглашение одобрили представители 24 стран и Евросоюза. Культурный центр посреди пустыни. В Саудовской Аравии на окраине оазиса долины Вадиха-Нифа архитектурное бюро легендарной Захи Хадид построит центр управления городским наследием. Там разместят муниципальные службы, библиотеки, галерею, научно-исследовательские и образовательные центры, а также музей наследия. Бюро пообещали, здание полностью будет соответствовать фирменному футуристическому стилю королевы архитектурного искусства. Ну вот вы и узнали и самые главные, и самые интересные новости этой пятницы. Сейчас мы с вами сделаем небольшой перерыв в нашем информационном вечере, но уже через несколько минут обязательно встречаемся в политическом ток-шоу «Черное зеркало». Не забудьте и не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова